Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Позвольте представить вашему вниманию доклад «Оценка толщины хореидеи у детей с миопией». В мире насчитывается 153 миллиона инвалидов по зрению в связи с осложнениями миопии. Это лаковые трещины мембраны бруха, макулярные отверстия, отслойка сетчатки, миопическая хореидальная невускулиризация. В России миопия занимает второе место в структуре инвалидности детей. Век цифровых технологий сокращается время пребывания на свежем воздухе и преобладает нагрузка на близком расстоянии. И миопия начинается раньше. При исследовании взрослых пациентов было выявлено, что толщина хореидеи у миопов уменьшается, однако не было уделено внимания состоянию внутриглазного кровотока. Известно, что нарушение работы хореидеи приводит к уменьшению количества поступающего к сетчатке кислороду и питательных веществ. Это вызывает высвобождение фактора роста эндотелия сосудов, который играет роль в развитии миопической хореидальной невускулиризации. Возникает апоптос фоторецепторов, формируются зоны атрофии, снижаются зрительные функции. Известно, что хореидея секретирует факторы, влияющие на синтез склерального протоагликана и может регулировать скорость удлинения глаза. Параметрами контроля миопии являются циклоплегическая рефракция и размер ПЗО. В настоящее время идет поиск новых маркеров, позволяющих оценить риск прогрессирования и осложнений. Хореидею можно исследовать с помощью флюоресцентной ангиографии, с оценкой состояния сосудов, повреждений мембраны бруха, возникновения новообразованных сосудов и ангиографии с индиционином зеленым. Недостатки этих методов – это инвазивность и проблемы с контрастом. С появлением оптической когерентной томографии расширились диагностические возможности визуализации и количественной оценки толщины хореидеи, которые недоступны другим методам исследования. Преимущество. Это исследование не является инвазивным, не имеет противопоказаний, простого исполнения, и качество получаемых срезов позволяет провести морфометрический анализ и отследить динамику патологического процесса. Оптическая когерентная томография в настоящее время не включена в клинические рекомендации как рутинный метод исследования больных миопией, однако она имеет перспективы и может указывать на возникновение хореидальной неосколеризации, развитие ретинальных и субретинальных геморрагий. Цель исследования – это оценить состояние хореидеи и капиллярной перфузии сетчатки у детей с миопией разной степени. Было обследовано 38 детей, 76 глаз, сформировано 4 группы. Возраст варьировал от 9 до 17 лет, 20 девочек, 18 мальчиков. Первую группу – 10 больных, 20 глаз, составили дети с миопией слабой степени. Вторую группу – 14 больных, 28 глаз, составили дети с миопией средней степени. И третью группу – 7 больных, 14 глаз, составили дети с миопией высокой степени. Четвертая группа – это контрольная группа. 7 больных, 14 глаз, составили дети с эмитропией. Критерии исключения представлены на слайде. Всем больным было проведено исследование. Это визометрия, это биомикроскопия, это ультразвуковая биометрия, обратная офтальмоскопия в условиях медикаментозного медриаза и оптическая когерентная томография. Оптическую когерентную томографию проводили на аппарате Optaview, Solix в США. Толщину хориоидей измеряли вручную от наружной границы субфавиолярно, от наружной границы пигментного эпителия до внутренней границы склера. Также оценивали капиллярный кровоток по показателю перфузии. Аксиальная длина глаза оказалась значимо больше, а толщина субфавиолярной хориоидеи у пациентов с миопией оказалась в среднем значимо меньше, чем в контрольной группе детей с имитропией. Между исходными диагностическими показателями пациентов первой группы это миопия слабой степени и пациентов второй группы миопии средней степени не выявлено значимых различий показателя субфавиолярной толщины хориоидеи. Выявлено значимое уменьшение показателя субфавиолярной толщины хориоидеи во второй и в третьих группах по сравнению с контрольной четвертой группой. При сравнении первой, второй, третьей групп с контрольной достоверной разницей показателя перфузии сетчатки выявлено не было. Таким образом, при увеличении передней и задней оси и усилении рефракции происходит уменьшение толщины хореидеи. При этом достоверного изменения кровотока мы не выявили. В качестве демонстрации дали представлены клинические примеры. Первый клинический случай. Пациентка 2008 года страдает миопией с рождения. Наследственный анамнез отягощен по близорукости у отца миопии высокой степени. Очки носит с 4,5 лет. Данные циклоплегической рефракции представлены на слайде. Максимально коррегированная острота зрения правый глаз 5,1, левый глаз 6,1. ПЗО представлено на слайде. Толщина хореидеи правого глаза составляет 126 микрон, левого глаза 169 микрон. Таким образом, в правом глазу, где ПЗО больше на 2 мм, это 29,92 мм, толщина хореидеи на 43 микрона меньше. Толщина сетчатки правого глаза составила 284 микрон, левого глаза 287 микрон. Рассмотрим с вами второй клинический случай. Пациент 2013 года рождения. Страдает миопией с 8 лет, очки носит с 8 лет, миопия слабой степени. Толщина хореидеи правого глаза составляет 280 микрон, левого глаза 273 микрон. Толщина сетчатки правого глаза 283 микрон, левого глаза 282 микрон. И рассмотрим третий клинический случай. Здесь у нас пациентка с эмитерапией. Циклоплегическая рефракция представлена на слайде. Толщина хореидеи правого глаза составляет 377 микрон, левого глаза 436 микрон. Толщина сетчатки правого глаза 278 микрон, левого глаза 280 микрон. Как видно из данных клинических примеров, при эмитерапии толщина хореидеи соответствует статистической норме. Толщина хореидеи в субвиолярной зоне составляет около 400 микрон, а у пациентов с миопией толщина хореидеи была значительно ниже. В то же время толщина сетчатки была сопоставима у всех пациентов. В заключении хотелось бы отметить, что проведенное нами исследование показало, что при прогрессирующей миопии средней и высокой степени происходит достоверное уменьшение субвиолярной толщины хореидеи по сравнению с эмитерапической рефракцией. У детей с миопией и эмитерапией значимых различий показателя перфузии глубокой сосудистой сети сетчатки не выявлено. Отрицательная динамика толщины хореидеи может рассматриваться как неблагоприятный показатель прогрессирования миопии. Оптическая когерядная томография в настоящее время не включена в клинические рекомендации как рутинный метод исследования с миопией, однако имеет перспективы.